Шестой класс, одиннадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Сумма цифр двузначного числа равна 9. Если в этом числе переставить цифры, то оно уменьшится на 27. Найдите это число. Допустим, это двузначное число, в котором а десятков и b единиц. Если поменять местами цифры, то получится двузначное число, где b десятков и а единиц. А значение разности этих двух чисел – 27. Можно упростить слева. Получится 9а минус 9b. Значение разности 27. Можно разделить обе части вот этого равенства на 9. Получится а минус b равняется 3. А минус b – 3. А по условию задачи сумма цифр числа равна 9. Так, если сложить выражение слева от знака равенства, получится 2а. А справа получится 12. Значит, а равно 12 разделить на 2 – 6. Значит, это число 63. Вот 6 десятков и 3 единицы. Задача вторая. Существует ли натуральное значение p, при котором числа p, p плюс 8, p плюс 12 – простые числа? Надо вспомнить таблицу простых чисел. В таблице простых чисел единственное чётное число 2, затем идёт 3, 5, 7, 11 и так далее. Давайте попробуем найти такое натуральное значение, при котором вот эти числа будут простыми. Чётное число 2 не подходит, потому что тогда получится, что второе и третье число тоже чётные. А в таблице простых чисел только одно чётное число 2, остальные нечётные. Так, если p равно 3, 3 плюс 8 – это 11, подходит, а если к 3 прибавить 12, получится 15. 15 – число непростое, составное. Так, если p равно 5, 5 – число простое, 13 – тоже простое число, и 17 – число простое. Значит, вопрос, существует ли? Ответ – да, существует. Если p равно 5, то p плюс 8 и p плюс 12 – тоже простые числа, так же, как и p. Задача третья. Может ли квадрат чётного числа быть четырёхзначным числом, состоящим из цифр 1, 3, 4, 5? Если в квадрат возводится чётное число, то квадрат этого числа должен делиться на 4. Если чётное число, формула чётного числа 2 умножить на n. Возвести чётное число в квадрат получится 4n квадрата. То есть квадрат чётного числа делится на 4 и оканчивается на чётную цифру. Значит, последняя цифра может быть только 4, потому что остальные цифры нечётные. Если квадрат чётного числа делится на 4, то по признаку делимости на 4 две последние цифры числа должны дать двузначное число, делящееся на 4. Если подставить цифру 1, получится 14. 14 на 4 не делится. Если записать цифру 3, будет 34. 34 тоже не делится на 4. А если 54, то 54 тоже на 4 не делится. Значит, нельзя получить квадрат чётного числа, используя вот эти цифры. Задача четвёртая. Можно ли с помощью только двух сосудов, один из них 4 литра, другой 6 литров, налить из водопроводного крана в 6-литровый сосуд 5 литров воды? Если вода наливается из водопроводного крана, то подразумевается, что можно воду выливать в раковину. 5 литров получить невозможно, потому что сосуды содержат чётное число. Вот 4 литра, 6 литров. Можно получить 2 литра, переливая из одного в другой, но нечётное число 5 получить невозможно. Ответ – нет, нельзя. Задача пятая. Сколько квадратов можно найти на картинке? На картинке есть квадраты, которые состоят из одной части. Показываю внутреннюю область каждого такого квадрата. Вот 6 таких квадратов. Есть квадраты, которые состоят из трёх частей. Показываю два таких квадрата. Их внутренние области. Вот три части одного квадрата. И ещё один, который состоит из трёх частей. Так, кроме того, есть два квадрата, которые состоят из четырёх частей. Так, вот 4 части одного и 4 части другого. Итак, сколько же всего? 6, которые состоят из одной части, 2, которые состоят из трёх частей. И 2, которые состоят из четырёх частей. А всего 10 квадратов. Ответ – 10.